Здравствуйте, любители хинди! Только что я прочитал для вас самую известную индийскую скороговорку чанду, но это еще не все. У меня есть маленький рассказ на русском языке, иллюцированная рукопись, которую я написал, вдохновившись этой скороговоркой. Сейчас я вам ее прочитаю. Мой помощник будет снимать, как я это делаю. И если она вам понравится, то вы можете попробовать перевести ее на хинди. И в будущем я познакомлюсь с ней, с этой историей жителей Индии. Поехали! В одной деревне, где все друг к другу приходились родственниками или супругами, один юноша и одна девушка не состояли ни в браке, ни в родстве, но приходились дядей и тетей мальчику Чанду. Мальчику Чанду, погибшему на крокодиловой ферме, где он с 7 лет работал откормщиком крокодилов. В их деревне все там работали, и такие случаи с детьми и взрослыми часто происходили. Настолько, что грустить по этому поводу люди давно перестали. Поэтому всех жителей интересовал лишь один вопрос. Когда? Когда они уже наконец-то поженятся? Юноша отвечал, что готов хоть сейчас, а девушка улыбалась и говорила, что выйдет за него только после того, как он покормит ее лунной ночью с серебряной ложки. Услыхав такое, дядя Чанду, прихватив с собой три камня, отправился в столицу ложку добывать. Идет полем, песни поет, о семейном счастье мечтает. Вдруг видит разбойники, людей без сапог на деревьях вешают. Притих, подкрался к ним, присмотрелся, прислушался. Из разговоров выяснил, что вешают людей, которые всех в стране ограбили и на крокодиловых фермах работать заставили. А сапоги с них сняли, чтобы потом продать и беднякам деньги раздать. Обрадовался дядя Чанду, вышел к людям, говорит, я, дядя Чанду, в две смены на ферме крокодилов откармливаю. А из всех богатств у меня руки, ноги, да, три камня. А в деревне моей у многих и того нет. В город иду ложку серебряную в подарок любимой покупать. Жениться хочу. Дайте мне сапоги, я на них ее куплю и женюсь. Женить бы дело хорошее, усмехнулись разбойники. А вот чем ты с этой ложки свою жену кормить будешь? Девчонки они поесть сладко любят. Кашей. А на кашу любят, замялся дядя Чанду. Вся каша в этой стране им принадлежит, сказали люди. И указали на босоногих, что на деревьях болтались. А если крокодил тебе руки откусит, ты же ей и пустую ложку не подашь. Придодумался дядя Чанду, посерел. Да ты не грусти, на вот записку, адресок, пароль выучи. Как придешь в город, нужным людям передашь. С их помощью мы к твоей свадьбе все в стране подправим. Нам, сам понимаешь, в город нельзя. Согласился дядя Чанду и, спрятав записку на своих камнях, под видом торговца элитной обувью, проник в столицу. Сапоги реализовал. На вырученные деньги дядя Яша отлил ему прекрасную ложку из чистого серебра. Купил импортной еды, записку, кому сказали, передал. И вернулся домой с ложкой, друзьями и при деньгах. На то, как он предложение своей любимой делал, вся деревня, несмотря на ночь, поглазеть сбежалась. Согласилась тетя Чанду его женой стать и в столицу с ним переехала. Много места в ней освободилось после того, как он записку, кому надо, передал. Вот такую маленькую историю я написал под впечатлением от скороговорки Чанду. Уважаемые любители хинди, если вам понравился этот рассказ, то попробуйте его перевести и напишите мне в личные сообщения. Спасибо за внимание. Пока.